Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, седьмой урок. Раз уж мы с вами начали говорить о внешнем виде и об отображении элементов на фронтальной части сайта, думаю пришло время поговорить немножко о родных шаблонах. Давайте перейдем в админку, зайдем внутрь и шаблон у нас находится расширение менеджер шаблонов. И у нас здесь с вами есть два шаблона панели управления, вот они. Панель управления это администраторская часть сайта. Я вам не рекомендую их вообще трогать, то есть менять на другой шаблон, там на самом деле не очень красиво все отображается, привыкайте к стандартному дизайну в админке. И у нас есть два шаблона родных вместе с Joomla идущие. Это ProtoStar, это вот он, на котором мы сейчас делаем, изучаем Joomla и продолжим изучать. И у нас еще есть вот такой Biz3. Смотрите, что вообще можно здесь сделать. То есть если вы в будущем, например, захотите какой-то шаблон установить на Joomla, их очень много на самом деле, как платных, так и бесплатных, мы еще дойдем до этого, как это устанавливается. Они также будут отображаться в этом списке. Смотрите, давайте попробуем зайти внутрь шаблона. Если мы зайдем, кликнув по заголовку, то мы можем видеть какие-то настройки и все в принципе. У, конечно, платных шаблонов настроек на порядок выше. Дальше, давайте попробуем шаблон включить другой на наш сайт, да? То есть мы хотим, например, Biz посмотреть. Напротив него мы кликаем по звездочке. Это называется установить по умолчанию. У ProtoStar звездочка исчезла. Теперь наш основной шаблон Biz. Обновляем страницу. И вы видите, наш шаблон крайне изменился. Здесь, конечно же, под шаблон надо все дальше подправлять. Вот эта синяя, эта шапка, она убирается также. Этот шаблон мне вообще не нравится. ProtoStar намного лучше. Давайте возвращаем его, кликнув по звездочке напротив. Ну и давайте поговорим о настройках ProtoStar. Зайдем внутрь, кликнув по заголовку. И переходим на вкладку дополнительные параметры. И сразу начнем, давайте, оменять то, что здесь можно изменить. Цвет текста давайте обновим. Это, наверное, вот эти вот, видите, все синие заголовки. Вот все ссылки, да, синие. Возможно, вот это. Давайте посмотрим. Кликаете вы просто по цвету, всплывает палитра. Здесь ползунком вы можете играть цветом. И здесь же также выберите какой-то оттенок. Давайте очевидно поставим красный, чтобы убедиться, где это сменится. И сразу давайте цвет фона ниже выберем какой-то другой. И сохранимся. Обновляем настройки. Смотрите, наш фон исчез. Наш, вот видите, кнопка наверх красным стала. То есть это ссылки, уроки, кнопка войти, home и так далее. Вот так меняются цвета. Здесь возвращу. Здесь у нас был серый или белый. Оставим такой немножко сероватый чуть-чуть. А дальше, смотрите, есть поле для логотипа. Если у вас есть какой-то логотип готовый для сайта, да, то вы кликайте по кнопке выбрать. Здесь всплывает обычный медиа-загрузчик, который мы с вами уже рассматривали. Вы загружаете логотип и потом нажимаете вставить. Это можете сделать без меня, попробовать. И вот, смотрите, давайте заголовок. Вот видите, у нас заголовок сейчас тест. То есть заголовок сайта, например, назовем заголовок видеоуроки, описание и сохраняемся. Обновляем страницу. И вот, смотрите, заголовок сменился на видеоуроки и по заголовок обучения. Дальше, смотрите, шрифты от Google у нас уже включены. Если навести мышь на текст, в подсказке написано загрузить шрифты от Google для заголовков. Я немножко вам рассказал об тегах h1, h2. То есть, смотрите, можно разом сменить шрифт для заголовков h1, h2, h3. И вот название шрифта Google. Смотрите, как сюда поменять шрифт. Переходите в поиск Google и пишите фонд. Это шрифты. Первая ссылка. Вы должны найти Google фонд. Заходите сюда. Вот здесь вот в списке выбирается кириллик. Это для того, чтобы шрифт работал на русском тексте. Если у вас, конечно, русскоязычный сайт. И вот здесь просто демо. Смотрите, выбирайте, какой вам шрифт нужен, какой вам понравится. Я для примера возьму вот этот вот шрифт, как из сказок, да? Смотрите, ниже шрифта вот здесь идет название шрифта. До запятой. Вы просто отсюда копируете это название. Вот здесь вот написано Open Sans. Это шрифт. Вы его удаляете. Вставляете свой и сохраняем. Обновляем страницу. И посмотрите, как прикольно. И заголовки, и подзаголовки у нас, кроме текста, да, видите, поменялись на мой шрифт, который я выбрал. Видите, у модулей Home и Login Form, то есть форму входа, это заголовки H3 там, тоже сработало. Если хотите шрифт вернуть назад, вы просто удаляете. То, что вы вставили в этом поле, сохраняете. И Open Sans возвращается. И последняя здесь настройка. Тип контейнера. Фиксированный или резиновый. Смотрите, что это. Включаем резиновый. Сохранить. Обновляем страницу. И вы видите, наш сайт растянулся во всю ширину. То есть, какой бы ни был монитор у конечного пользователя, каким бы большим, он будет растягиваться вот так во всю ширину. Не очень красиво. Оставляем фиксированный. Вот все, в принципе, настройки этого бесплатного родного шаблона от Joomla. Это как бы вам подготовка к тому, чтобы вы знали. Рано или поздно вам придется столкнуться просто с таким массивом настроек, где придется разбираться, что за что отвечает. То есть, понравится вам какой-нибудь шаблон красивый, дорогой, где настраивается очень-очень много чего в самом шаблоне. Ну, ничего страшного. Но, главное, терпение и труд. И все получится. Вот, в принципе, я вам рассказал о родном шаблоне. Возможно, вы его и оставите себе. И на нем сделаете рабочий какой-то проект. Вот мы в этом уроке, значит, разобрали шаблоны. Сюда мы еще вернемся, когда зайдет тема модульных позиций. Узнаете почему. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.